Николай Лейкин. Ружейный охотник. Читает Геннадий Постригайло. Петр Максимович Завозов собирается на охоту и переругивается при этом случае с женой. Горничная помогает ему надевать высокие сапоги, но они засохли и не лезут на ноги. — В несмазанных сапогах невозможно, — говорит он. — Во-первых, они на ноги не лезут, а во-вторых, ежели удастся их надеть, то они промокать будут. Ну, как я пойду в болото? — А зачем тебе в болото-то? — откликается жена. — Ты выбирай сухие местечки. — Вот дура-то! Человек за водяной птицей идет, а она выбирает сухие местечки. Да разве кулики и бекасы водятся на сухих местечках? Они в самой-то трясине и сидят. — Ой, тише, Ульяна, тише! У меня четыре мозоли! — обращается он в горничную и вдруг вскрикивает от боли. — Да говорят тебе, дурища полосатая, что у меня мозоли! Ну, чего ты их хватаешь за всякое место? Ведь у меня ноги-то не тротуарные тумбы. — Хорош охотник с мозолями! — поддразнивает его жена. — Молчи, пожалуйста, и без тебя тошно. То есть это удивительно. Купил у Каликса банку сапожной мази, всего один только раз смазал сапоги, и банка пропала. — Не пропала она, барин, а мы вашу мазь на даче забыли, — вставляет свое слово горничная. — Врешь. Ты просто ее себе вместо помады на голову вымазала, чтобы солдат прельщать. — Ну вот, стану я такую дрянь себе на голову мазать. Уж на банку-то помады и при нашей бедности всегда хватит. А вы поезжайте на дачу, и там ваша мазь на окне и стоит. — Нет, ну без мази невозможно, — снова восклицает Завозов. — Дайте хоть сальную свечку сюда. — Сальной свечки, барин, у нас нет. Ежели можно с теориновыми агарочками, то я принесу. — С теориновыми агарочками? Господи боже мой! Можно же дойти до такого идиотизма! Да разве стеорин-то мягчит кожу. И как это у вас нет сального агарка? А чем барыня себя от насморка на прошлой неделе нос мазала? Мне уши тоже стеориновым. — Нет, сальным. Только мы остатками двери смазали. У нас петли скрипят. — Ну нет ли хоть говяжьего сала? — Было сало накоплено. Да вчера твой же фингалы сожрал, — отвечает жена. — Нечего сказать. Хороша охотничья собака. Чуть не доглядишь — все сожрет. Вчера сало съела, а третьего дня стащила со стола две котлеты. — Отчего же вы мне об этом не сказали? Я отодрал бы его тогда как сидорову козу. — Ах, какая польза! Только виск один на весь дом. Да наконец-то по человечеству жалко. Ведь ты ее целую неделю ничем не кормишь. Пес ходит голодный, дверные петли лижет. — Да пойми ты, что я нарочно. Сытая собака для охоты не годится. Ульяна, вот тебе пятак, беги в мелочную лавочку и купи стальную свечку. Или стой. Людмила Андреевна, дай мне сюда твои помады. — Это на сапоги-то жасминную помаду? Да ты совсем с ума спятил. Ведь эта помада — рубль банка. — А ты вот что сделай. Ты ляг на диван, Ульяна позовет себя на подмогу кухарку, и вдвоем они тебе как-нибудь натянут сапоги. А потом мы их деревянным маслом смажем. На ногах-то сапожная кожа лучше раздается. Ежели будет больно, то ты уж потерпи. На то охотник, — посоветовала жена. Барин лег на диван. Пришла кухарка и с помощью горничной начала натягивать сапоги. Барин кряхтел, стонал, ругался, пот с него лил градом, но сапоги все-таки были надеты. Началась смазка кожи маслом. Ноги ему жало немилосердно. Кухарка смотрела на него с сожалением. — Ах, барин, и охота это вам из-за каких-нибудь двух птиц такие муки на себя принимать, — сказала она. — Достатки у вас, слава богу, есть. Пошли бы тихим манером на Щукин, да и купили бы себе дичинки, какая вам понравится. — Не рассуждай, не твое дело, — отвечал барин и стиснул зубы. — На Щукин, — опять поддразнила его жена, — на Щукином-то флюсы не схватишь, а на охоте-то он все-таки флюс подцепит, скулу ему разворотит, а жена — приготовляй дома при парке, возись с ним, слушай его стоны. Ах, какая ты, Матрена, недогадливая! — Когда же это флюс? Всего только один раз флюс-то и был, и то я его с покорностью судьбе и даже с гордостью носил, — дал ответ муж. — Есть чем гордиться. Человеку всю скулу разворотило, а он этим гордиться вздумал. — Конечно, гордился, потому что я получил флюс не с ложа руки около открытого окна сидевшей, а в болоте, за делом, при ружье и легавой собаке. — Да при фляжке с коньяком, в которую входят полторы бутылки. Коньяк-то ваша настоящая охота и есть, — За ним-то вы и охотитесь, — допекала его жена. — За ним! А кто тебе в прошлом году шесть диких удок принес? — Вовсе даже и не диких, а домашних. Только две дикие-то были, да и те протухлые. Кто за дикими удками охотится, тот бабу не подстрелит, а ты подстрелил и целый заряд дроби в нее пустил. Хорошо еще, что ватная юбка ее спасла. Ты думаешь, я не знаю? Знаю. Двадцать пять рублей тебе это удовольствие стоило. — Так что же мне делать-то, коли она подвернулась? Она грибы собирала. — В болоте-то, где дикие утки водятся, грибы собирала. Да что ж ты меня морочишь-то? — Однако довольно, — возвысил голос мужа и стал снимать со стены ружье. — Где моя дробница? — У меня твоя дробница. Только я не дам тебе ее. Стреляй холостыми зарядами, а то еще, пожалуй, под парок бабе-то и мужика подстрелишь. С мужиком-то за это удовольствие двадцатью пятью рублями не рассчитаешься. Он и сотни с тебя сдерет, а сотня нам самим очень пригодится. Мне вон нужно салоп лисе перебирать. — Людмила Андреевна, это уж слишком. Как же ее холостыми зарядами-то дичь? — Давай сюда дробницу. Начался спор. Жена выкинула дробницу. — Один ствол дробью, другой — кортичью. Потому, может быть, и медведь встретится, — продолжал муж. — Это болотит медведь. Отлично. Полно врать-то. Да ты медведь-то встретишь, так со страху умрешь. — Пожалуйста. Даже встречался. Только он от меня удрал. — Медведь умное животное. Увидал, что дурак идет, ну и удрал. А как бы уж я желала, чтоб он тебя поломал. — Ну так что из этого? Тогда бы я охотницкое крещение принял. — Небось, не так бы тогда заговорил, ежели бы шкуру-то тебе он с затылка содрал. Это ведь не флюс. Или бы тоже гордился? — Конечно, гордился бы, — брякнул муж и стал продувать ружье. — Господи, да что ж такое в стволах-то понапихано? — недоумевал он. — Тесто. Это я нарочно туда запихала, чтобы твой любимый первенец Васенька не баловался. А то он на даче добыл где-то пороху и хотел стрелять. — Это уж из рук вон. Это уж ни на что не похоже. — Да ведь для тебя же делала, чтобы ружье целее было. Он уж и так у одного дула курок сломал. — Где Васька? Давайте сюда его! Тащите метлу! Дергайте розги! Запорю! — неистовствовал охотник. — Не ори. Ты очень хорошо знаешь, что сын теперь в гимназии. Вытащи из дула тесто и убирайся к своим медведям в болото. По домашним уткам стрелять и одного ствола довольно. — О, невежество! Невежество! — заскрежетал зубами охотник, схватился за голову и повалился на диван. Легавый кобель Фингал подошел к дивану, понюхал сначала голову своего хозяина, а потом смазанные деревянным маслом сапоги и начал их лизать. Пиротехник Жаркий летний день. К калитке полисадника незатейливой дачки в парголово подъезжает четырехместная карета. Лошади в мыле. Из кареты вылезает средних лет дама, значительно подкрашенная. Лицо ее потно и белило и румяно образовали заметные потоки на лбу и на щеках. — Вот каторгу-то вынесла! — восклицает она и тут же крестится. — Благодарю тебе, Господи, что ты доставил меня до места, целую и невредимую. Шутка ли тоже на пороховом складе пятнадцать верст проехать? — Уж и на пороховом складе! — откликается вслед за ней вылезающий из кареты пришивый пожилой, но юркий мужчина. — Удивительно, как это ты любишь преувеличивать, манечка! — Действительно, пороховой мякоти фунта два я с собой захватил для прибавки к фейерверку, но она ведь только в крайних случаях взрывается. — Молчать! И так уж измучили вы меня своими дурацкими затеями. — А я, по-твоему, не измучился. Палки ракет так и напирали мне в брюхо всю дорогу. — И ничто вам! Жаль, что совсем они не прокололи вам живот. Посмотрите, лицо у меня в порядке. — Уксусно-кислый свинец и кармин слегка слиняли, но это ничего не значит. Я тебе дам немножко окиси висмута и киновари, и ты подкрасишься. — Да ты в уме, старый колпак! Ах ты, Господи! Вот наградил меня Бог муженьком! Но в это время в калитке палисадника показалась хозяйка дачи. — Ах, как это любезно с вашей стороны, что вы пожаловали! А мы нарочно не садимся обедать и поджидаем вас! — заговорила она и чмокнулась с приехавшей дамой в губы. — С ангелом, Праскобья Степановна! — возгласил муж дамы и прибавил. — Руки, матушка, подать не могу, потому вся в порохе. Вместо именинного пирога я вам привез блистательный фейерверк с боевой изделия, которую уже как стемнеет зажгу. Пошлите только скорее в стан уведомить. — Такой фейерверк, что все пальчики оближете. Есть и форсы, и китайский огонь, и швермеры, и жаворонки, и саксонское солнце. Одним словом, чего хочешь, того просишь. — Благодарю вас, любезнейший Петр Петрович. Но отчего вы, господа, в карете, а не по железной дороге? — Оттого, что с фейерверком в вагоны не пускают. — Да уж и стерзал он меня этой каретой, — прибавила жена. — Сидел я, как на вулкане. Вот-вот, думаю, взречу на воздух. — Врешь. На самом воспламеняющемся веществе, на азотно-кислом свинце, я сидел. А под тобой стояла только бертолетовая соль и странциан, — отвечал муж и начал вынимать из кареты принадлежности фейерверка. — Да что вы, Петр Петрович, не беспокойтесь. Горничная вынята все, что нужно, а вы, пожалуйте, прямо к обеденному столу, — говорила хозяйка. — Нет-нет, к пиротехническим препаратам я только сам прикасаюсь и никому не позволяю их трогать. Идите и садитесь обедать, а я потом поем. Куска в рот не возьму, пока не приведу все в порядок. — Помилуйте, ведь в каждом бураке, в каждой ракете моя честь заключена, а вдруг без эффекта взлетит. И пойдет по всем знакомым слава, что кукурузов не пиротехник, а сапожник. Ну, каково это мне? — Вы можете после обеда привести все в порядок. — Покорнейше вас благодарю. — После обеда я привык курить. А как я займусь приготовлением фейерверка с папиросой? Или вы желаете, чтобы ваш дом взлетел на воздух? — Нет, уж это зачем же. — Плюньте на него, Прасковья Степановна. Ведь с ним не сговорите, его и в ступени утолочь. Я такого упрямого осла еще не видывала, — заметила жена. — Пусть он после в кухне с людьми пообедает. — Согласен и в кухне пострадать за пиротехнику. Об одном только прошу вас. Дайте мне отдельную коморку, где бы я мог разложить в порядке мои потешные огни. — Я, матушка, фейерверком славлюсь. Я хоть и любитель, а присяжному пиротехнику нос утру. У меня фонтаны и каскады не на железных опилках приготовлены, а на магнии. Ракеты с шелковыми парашютами и хвосты их математически в семь с половиной раз длиннее самой ракеты вымерены. Уж делать так делать. На гильзе сегодняшнего фейерверка у меня целая переписка по делу несостоятельного должника Хлопова ушла. Бумага, что твой картон. Гость долго бы еще бормотал, но да, мы перестали его слушать и вошли в палисадник. — Эй, ты! Хлорноват кислый, Борис Тронсонович! — крикнул гость сидящему на козлах извозчику. — Что сидишь, зеленый нос в лимонную бороду уткнувший? Слезай и помоги мне вытаскивать корзинки. — А рожем не своротят? — спросил извозчик. — Там, говорят, у вас порох. — Дурак, да ты должен быть благодарен, ежели сделаешься инвалидом пиротехники. Ну, чего боишься? Разве не видишь, что я сам тут? Вдвоем с извозчиком гость начал втаскивать фейерверк в комнаты дачи. На балконе уже садились обедать. — Выпейте хоть рюмку водки, да закусите солененьким, — предложила пиротехнику хозяйка. — После-после, Просковья Степановна. А теперь мне нужно швермеры набивать и зеленый бенгальский огонь сделать. Кстати, нет ли у вас старых нот на патроны? Лучше нотной бумаги для этого дела не может быть ничего на свете. Признаться сказать, я наметил дома у жены увертюру из Калифа Богдадского. Да она не дала мне ее. — Нот нет, но есть сахарная бумага. — Давайте хоть сахарную бумагу, и она — божий дар. На прошлой неделе у Федоровых я весь фейерверк смастерил из сахарной бумаги. — Солон, тебе тогда эта бумага пришлась, — заметила жена. — Представьте, ведь его взяли в честь за самовольное пускание фейерверка, продержали пять часов и составили протокол. — За пиротехнику, матушка, я и пострадать готов. Зато уж и Марсом же огонь был канонада. Через пять минут гость вынул все из кареты и удалился в комнату. На балконе продолжали обедать. Прошлось четверть часа. Вдруг взрыв, а за ним вопль гостя. Все повскакали из-за стола. На балкон выбежал гость-пиротехник и, держась руками за лицо, стонал. — Я начал соединять пертолетовую соль с баритом хлорновато-кислым и серным цветом, и вдруг все воспламенилось, — вылетали у него слова. — Верно, дома забыл промыть его. Пороховая мякоть лежала тут же, ну и пошла писать. — Боже праведный, — всплеснула руками хозяйка, — да не горист ли там что у вас? — Нет, только оконную раму вышибла вон. — Глаза-то у вас целы ли? — спрашивает жена. — А то каково мне потом с вами со слепым возиться? — Глаза целы, только брови и ресницы опалило, да половины одного уса нет. — Вы вот что, вы благодарите Бога, что ракеты-то целы остались, да саксонское солнце. А то что бы я уже вам стал показывать? Какой бы был фейерверк без ракеты и без саксонского солнца? — Бога ради, велите натереть скорее картофелю. Кажется, у меня щеки спалило, так чтоб не было был дырей. — Умыться, умыться, пожалуйста. Горничная тащила ему умывальную чашку и полотенце. — Ну, Петр Петрович, живуч ты, как лягушка, посмотрю я на тебя. Развела руками жена пиротехника и стала ему отмывать полотенцем лицо от копоти. Петушатник В Александровском рынке на пороге одной из лавок стоит маленький кругленький купец и то и дело в каком-то нетерпении посматривает на часы. К нему подходит сосед по лавке. — Сегодня у вас петушины-то бой, — спрашивает он. — Сегодня, сегодня, — с восторгом отвечает кругленький купец. — Только ежели ты мне друг, не ори, пожалуйста, во все горло и не рассказывай никому. И так уж задразнили меня совсем, проход не дают. А что такое петух? Что в нем постыдного? Одни к вину малодушиство чувствуют, а я к петухам. Мало ли у кого какая чувствительная жила. Мне певице Лавровской не надо, провались они все театры, а дай только на хорошего петуха посмотреть, да пение его послушать. Я и на Дарье-то Тарасовне женился из-за пары петухов. Ей-богу. Торговался, торговался тогда у теперешнего тестя, не продает. А потом такие слова. — Бери, — говорит, — Дарью за себя. А в преданное тебе, кроме всего прочего, пару петухов. Ну и женился. Хорошо еще, что баба хорошая попалась. А то ведь как можно было бы обмануться-то? Такую гусыню можно было взять к петухам-то придать, что Господи помилуй. Только ради Христа не рассказывай ты о моем петушином преданном никому из рыночников. А то новая Сибирь мне прибавится. Теперь что же, подучили мальчишек яблочников дразнить меня. Иду по ягодному ряду, а они, шермицы, так и заливаются. Ку-кри-ку! Да в свет петушатник кричат. Третьего дня поймал я одного бестию за вихор и вырвал у него из башки клок шерсти. А сегодня слышу, хозяин научает его мировому жалиться, потому при свидетелях. Делать нечего. Надо будет мириться и прожертвовать ему красненьких полторы. Так вот они, петухи-то, где у меня сидят. Кругленький купец поколотил себя кулаком по затылку. А скоро едешь на петушину твой? Снова спросил сосед. Да вот сейчас надо бы ехать. Да вот такая касация вышла, что по векселю платить. А должник не идет за получением. Иной раз по заранку за деньгами резут, а тут как назло. И не ждал бы его, да мне, признаться, сказать, надо попросить его переписать вексель, потому я не при деньгах сейчас. И были вчера на платеж по векселю деньги. Да за сто рублей пару голландских петухов купил. Уйти не дождавшись, отдаст вексель в протест. Это, сам знаешь, торговому человеку мораль. А уж и бой сегодня будет особенный. Шестнадцать пар драться будут. Сегодня целую ночь во сне петухов видел. Видел, что мой англичанин Бабыревского-Саксонского победил. Как закричу во сне «Ура!» да цап жену за горло. Вообразил себе, что это петух. Та ругаться и вплоть до утра проругались. Эк тебя схватило. Душечка, Федор Иванович, да ведь у меня с менялом Ахаповым пари на радужную идет. Только уж я, наверное, выиграю. Не англичанин, так русак поможет. За русака тоже сотню. Уже Петя уже в восторг. Он у меня в лавке под прилавком сидит. Сейчас повезу его с собой на бой. Так покажи-ка, какой такой. Да что ты! А срамит! Ведь его трогать нельзя. Орать начнет. Теперь он в темной корзине, так приутих. Да и то, давеча, такой случай. Приходит барин с барыней Канаус покупать. Барыня сам друг, а при счастье сам третий. Будущему ребенку на одеяло парадное Канаус-то им понадобилось. Показываю товар, а петел под прилавком. Ерзал я, ерзал, да и ткни корзинку-то ногой. А телево, как заорет он, голубчик, во всю горло, к крику! С барыней с испугу дурно. Барин на меня с кулаками. Как, вы, говорит, смеете покупателей петухам пугать? Не, что в суровской лавке петухам место? Протокол хотели вставлять. Насилу умиротворил. И то уж потому без скандала вышло, что себе в убыток им Канаус продал. Только ты, бога ради, ни слова соседям. Ну вот еще, учи. Страдаешь же ты из-за петухов, — пожалел его сосед. Да еще как страдаю-то. Весной поехал в лесной, на бой. Меня Ладин устраивал. Чудесно. Еду в пролетке, а петухи у меня в ногах в корзинке. Шесть штук вез. Едем по Выборгскому шоссе мимо дач. Дорога ухаб на ухабе. Корзинка-то у меня и развяжись. А петухи, трах, выскочили да на забор, а с забора-то на чужой двор. Света не взвидел я, призываю всех угодников, и сам за ними на забор, а оттуда на двор. Упал в крапиву. А за забором-то клубника на грядках. Бегаю да ловлю. Все гряды перетоптал. Вдруг на меня с дубьем. Да ведь так оттузили, что и посейчас страшно вспомнить. Жаловаться на бой спешу и опоздать могу. Да и сами они меня в полицию тянут. Давай мириться, да за клубничную-то потраву две четвертых и заплатил. Тебя же сбились, тебя же деньги содрали. Вот так крендель. Захохотал сосед. Ах ты, петушатник, петушатник. Ну, Федор Иванович, и ты против меня, сукаризный сказал толстенький купец. Ну, что ты зубы скалишь? Другой бы пожалел человека. А главное, петушатник. Знаешь, как я этого слова не люблю. — Да и какой я петушатник? Я петуши-охотник. — Галь, еще один раз назовешь меня так, ничего тебе рассказывать не буду. А я ведь тебе как другу. — Молчу, молчу. — Ну так и что ж ты петухов-то своих тогда словил? — Словил. Посадил в корзинку, прибожу на бой, и что ж ты думаешь? — Вместо шести петухов семь. Это я в попыхах чужого украл. — Да ведь какой петушина-то попался? Приспособил я его, так он мне на боях рублей трист потом выиграл. — Батюшки, как я опоздал! — воскликнул толстенький купец, взглянув на часы. — Там уж теперь собираются, ведь к Волкову кладбищу ехать надо. Нет, пора. Да черт с ним и с Векселем, пусть протестует. Ванюшка, бери сейчас корзинку с птицы и тащи за мной до извозчика. Да только тихим манером, убью, коли ежели что! — крикнул он в лавку мальчику. — Ну, Господи, благослови! Прощай, Федор Иванович, я еду. — Прощай, прощай, петуша... — Федор Иванович! — Ну-ну, петушиный охотник, да что ты весь дрожишь-то? — Да так сердце трясется, что просто выскочить хочет. Ведь уж сегодня пан или пропал. Проиграет англичанин вся моя английская петушья порода к черту. Придется голландскую и русскую разводить. А ведь я своих англичан-то в шестьсот рублей ценю, ежели только выдерет в полпуда свечку. Из лавки показался мальчишка с корзиной на голове. Толстенький купец вышел на улицу и стал садиться на извозчика. Вдруг растревоженный в корзине петух запел во все горло. Купец побледнел. Разразились хохотом стоявшие на пороге своих лавок торговцы и загалдели. — Ребят, смотрите, петушатникой вместе с своей присягой. Ку-ку-ре-ку, купец! — Петушатник, петушатник! — подхватили их лавочные мальчишки. В то время, как на пролетку устанавливали корзину с петухом, к толстенькому купцу подошел другой купец и начал его дразнить, цитируя следующее. — Почему моему векселю повинен я заплатить купцу Захару Иванову Родивонову, или кому он прикажет, пятьсот рублей, которые я от него петухами получил сполна? Толстенький купец снял с ноги калошу и швырнул ее прямо в лицо своему противнику. За первой калошей последовала вторая. Извозчик стегнул лошадь. Пролетка тронулась, а петух из корзинки так и оглашал воздух криком. Пролетка тронулась! Субтитры создавал DimaTorzok